МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Песни, пляски, игры, развлечения традиционные и новые. Люди веселые, отдыхают, играют, веселятся. В деревне Татарстана принимают сабанту и в праздник окунулась и Альбина Минебаева. Татарстанский авиаконструктор ищет родственников Магубы Сарплановой. Герой Совета Сарпланова. Отделей жизни Ирика Вильданова Салават Мухаммадулиан. Что день грядущий приготовил? Основное преимущество для наших граждан, что появляется личный кабинет. Какие нововведения ждут татарстанцев с 1 июля, расскажет Рамиль Шайдулин. Желковый путь! Где и как международное ралли прокатится по Татарстану? Лина Зинатулина. Пронесло мощный ураган, который наделал много шума и бед в Москве, прошел мимо Татарстана. Мощный циклон лишь затронул юго-западные районы республики. Однако сильные и продолжительные дожди шли повсеместно. Где-то пришлось отменить сабантуи. Напомним, вчера на Москву обрушились сильный ветер, ливень и град. Выпало 70% месячных отсадков. Почему татарстанцам пока советуют не расслабляться, расскажет Дмитрий Аринин. Затопленные улицы, отмененные авиарейсы, удары молнии по людям. Двое погибли, пятеро госпитализированы. Это самые шокирующие последствия урагана в Москве. Сегодня стихию ждали в Татарстане. В республике с 5 утра до 8 часов вечера было объявлено штормовое предупреждение. И в районе часа дня на Казань обрушился сильный ливень. Однако лишь на пару минут. Сегодня в Казани по улицам можно было прогуляться комфортно и даже без зонтика. Дело в том, что нашумевший московский циклон в республику практически не затронул. Позитив по поводу погоды сегодня излучали и казанцы. Я думаю, если мы пройдем это испытание в день свадьбы, то в течение всей жизни будет гораздо проще. Оборот природы очистилась, воздух чистый, красота, запахи прекрасные, природа замечательная. Нужно во всем искать позитив. Как сообщили в МЧС, прошедший циклон серьезных происшествий в республике не наделал. В гидромедцентре же предупреждают, вредут еще ненастья. В воскресенье и понедельник в республике также сохранится неустойчивый характер погоды. Погода будет циклонического типа. По прогнозам метеорологов, такая неустойчивая погода в ближайшие дни может вылиться в ливни, сильные ветры и грозы. Дмитрий Аригин, Рамзель Гарипов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Когда душа просит праздника, дождь не помеха. Это подтвердили в сотнях сел и деревень республики, где сегодня отметили Сабантуй. Особого размаха в этом году не получилось. То и дело гостей пугали тучи, однако там, где чтут традиции, праздник сохраняет все обычаи. Сегодня Альбина Минебаева отправилась на сельский праздник в село Салаусь и даже выиграла бег в мешках. Зрители, главные герои и артисты, и все в одном лице Сабантуй в деревне создается самими жителями. Так было всегда. По традиции в центре Майдана главный трофей. За бараном стоят на ковер борцы. Ни одной борьбой, единый куреш. Хоть и самое традиционное соревнование на Сабантуй, но за подарками тут выкладывают скорость и ловкость. Отбегаем, в общем. Так, у меня подарок какой? Подарок никакой. Подарок я сам. Будет сам, да? Ну хорошо. Силой мерятся и на других дистанциях, а заманивают, как обычно. Вы предлагаете, чтоб я оббежала? Не надо, не надо. Просто круг сделайте. Все равно же подарок будет. Давайте. Давайте, давайте. Вам меня не жалко? Не жалко. Праздник жалко. Сила на Сабантуе решает все. Те, кто в половчее соревнуются на ходулях, презентов хватит всем. За неделю до праздника их тоже собирать все вместе. Тут и продукты, и одежда. Разве что 21 век добавил новую категорию. Без денежных поощрений никак. 8 тысяч рублей на первое место. Денежки. Денежки, да. Финансом, конечно, сейчас лучше, но по естественности. Крещности маловато. Да, да, крещности маловато. Из года в год Сабантой меняется. Даже насилие остается, а завтра добавляются игры. Так в Балтасинском районе в Сабантой включили волейбол. Не традиционно, но зрителей заманивает. Не знаю, молодежь любит, наверное, волейбол. За эту? На игру смотрим. Да. За кого болеете? За нашу команду, Салаутскую. Какие бы новинки не появились, остается неизменным одно, объединяющая силы Сабантуя. Деревенские и городские, татары и русские. Русские и удмурты от мала до велика. Даже дождем их не сгонишь с Майдана. То, что для старшего поколения кажется обыденным на празднике. Для молодежи повод напомнить о себе. Все, теперь за инстаграмм. Альбина Минебаева, Данила Филатов, ТНВ, Балтасинский район. Сабантуем сегодня всех жителей республики поздравил Рустам Мениханов. Цитаты. Это один из самых любимых праздников татарстанцев и наших соотечественников, проживающих за пределами республики. Благодаря самоотверженному труду татарстанских земледельцев мы успешно завершили посевную кампанию, заложив основы будущего урожая и продовольственного благополучия Татарстана. Пусть нынешний Сабантуй подарит всем незабываемые впечатления. Сабантуй в этом году придет и в 56 регионов России, туда, где компактно проживают татары. Сегодня в Свердловской области праздник раскинулся аж на 30 гектаров. Уральцев с национальным праздником поздравил Рустам Мениханов, а главному Батыру Майдана вручил автомобиль. Как не только скачки, но и куклы украсили праздник, расскажет Александра Севастьянова. 10 тысяч человек на 30 гектарах Средний Урал Сабантуй встретил с особым размахом. Концертные площадки, народная музыка и аромат национальных блюд. Праздник проводят уже в 12-й раз. Татарстан в этом году представляли мастера Азнакаевского района. Устроили выставку кукол собственного производства. Мы приехали с большой делегацией, более 120 человек. Хотелось бы удивить своими поделками, изделиями, культурной программой, кулинарным искусством. В числе гостей Рустам Мениханов президенту презентовали работу уральских предприятий, давних партнеров Татарстана. Сейчас товарооборот между регионами 20 миллиардов рублей в год. И как отметил президент, совместные праздники лишь укрепляют отношения. Савантуи это уже праздник не только российский, он международный. Я не знаю, в этом году 56-57 регионов проводится в Антуи. Благодарность подарок за визит Друза Каменных Самоцветов вручили после встречи с уральскими активистами татарской общественной жизни. Скульник золота. От главного подарок и главному ответный презент от Рустама Мениханова, победителю Куреш. Кроме традиционного барана, автомобиль. Заслуженные звания и призы получили и уральцы, которые работают на благо взаимного сотрудничества между Свердловской областью и Татарстаном. Александр Севастьянов, Альфия Габдушева, Александр Федосеев, ТНВ, Свердловская область. Масштабно и ярко отметили Сабантуи в Нижнекамске. Показ сельхозтехники, торговые, спортивные и развлекательные площадки. Пасмурная погода, небольшой дождь не помешали нескольким тысячам горожан наблюдать за театрализованным представлением. Впервые на городском Майдане появилась этноплощадка. Десять национальных общин показали свой быт и культуру. Побывал на празднике премьер-министр Татарстана Алексей Писошин. Он наградил ударников труда. Здорово, достойно, очень красивая картинка. Самое главное, лица людей, их глаза. То есть, действительно, настоящий праздник. К Сабантуи мы еще вернемся, но пока к другим темам. Немногим больше, чем через неделю, в Татарстан придет другой праздник, спортивный. 9 июля в Москве стартует международное ралли «Шелковый путь». А через два дня 100 экипажей из 50 стран мира доберутся до Казани. В Татарстане они проедут по спецучасткам по пяти районам. Первые километры этой трассы сегодня протестировала Лина Зинатулина. По пустыням и лесам из российской столицы в китайский Сиань. Грандиозный ралли «Марафон «Шелковый путь» в седьмой раз прокатится по трем странам. Не пройдет и мимо Татарстана. Около 8.30 утра они проедут мимо Ярмарочной площади, где можно будет сделать фото на фоне Кремля. И далее проследуют как раз в направлении поселка Шали, именно в том месте, где мы сейчас находимся, где они будут готовиться к старту. Именно из Шалей стартует 150-километровый спецучасток с финишем в Мамадыше. За месяц из чистого поля сделали трассу для внедорожников. В начале спецучастка три трамплина и столько же виражей. Все на радость зрителям. А мы попробуем узнать, что испытают сами участники. «Шелковый путь» в этом году стартует 7 июля с Красной площади. За две недели участники из 50 стран мира преодолеют путь почти в 10 тысяч километров. Посмотреть, как мировое ралли прокатится по Татарстану, сможет каждый желающий. Из Казани сюда довезут бесплатные автобусы. А зрительские места готовы принять 10 тысяч человек. Лидия Зинатольевна, Азат Мигулин, ТНВ, Пестричинский район. Пока одни соревнования впереди, другие финишировали. Казань подводит первые итоги Кубка Конфедерации. Во многом их можно назвать триумфальными. Глава FIFA назвал Казань столицей футбола. На общий результат работали все, начиная от гостеприимных казанцев и до организаторов праздника. Послевкусие Кубка оценила Лейсан Сабирова. За большим футболом в Казань пришли мировые туристы. В обычные дни вокзал в среднем отправляет порядка, ну, наверное, 6-7 тысяч пассажиров. Сейчас эта цифра возросла практически до 14-15 тысяч. Театр начинается с вешалки, знакомства с городом, с общественного транспорта. Лоск и вежливость – главные требования к водителям и кондукторам во время Кубка. Автобус каждый день мыли, с моющими средствами, иногда с мальвами, что не отмывался. Все это время Рафаэль Шигапов был около футбола, но в атмосфере праздника. Мексиканцы с огромными шляпами, с трещотками, с барабанами. Весело, очень весело было. Вместе с гостями праздник пришел в каждый гостиничный номер. Загруженность достигла 75%. Пили фреш, ели пасту, в свободное от футбола время гуляли. Они все приехали сделать такую предварительную разведку. К нас приезжали болельщики из Мексики. Они сказали, что мы приехали разведать, посмотреть, так ли у вас все там хорошо. И были в совершеннечем просто в восторге. Поперчить пришлось суп мексикацам. В остальном татарская кухня пришлась по вкусу. Поговаривают, что только в одном ресторане треугольники уходили килограммами. А попробовав чак-чак, чилиец и вовсе решил остаться в Казани. Гостям мы рады, только вот паспорт болельщика, по которому они въезжали в Россию без виз, действует только во время Кубка. Генеральная репетиция позади, впереди год на подготовку. Лизан Сабирова, Азат Самигулин, Данил Филатов, ТНВ Казань. Не успели остыть эмоции от зрелищности Кубка Конфедерации, как новую порцию драйва, скорости и мастерства зрители сегодня получили на автогонках. На высокой горе стартовал национальный чемпионат. Сюда съехались лучшие пилоты России. Как оказалось, для участников сюрпризы подготовили не только организаторы, но и погода. О коварстве мокрой трассы Сергей Хайдаров. Держаться на трассе – это всегда одна из главных задач для пилотов. Но сегодня, несмотря на опыт и титулы, удавалось это не всем. Гонку приходилось порой прерывать из-за того, что автомобили вылетали с мокрой дороги. Артем Кабаков из Екатеринбурга был не в их числе. Это одна из моих любимых трасс, я считаю ее довольно-таки сложной. Получалось, в принципе, стабильно, но было немножко скользковато. Но я очень рад, что приехал первым. Сегодня зрителей Казань-Ринга ожидало сразу пять заездов. Перед стартом все автомобили спортсменов на специальной стоянке. Правда, издалека она больше напоминает магазинный прилавок с игрушечными машинками. Но и когда они в деле – эмоции, как у мальчишек. Пожалуй, самые яркие эмоции ощущаешь, близко подойдя к трассе. Здесь напрямую скорость автомобилей достигает 200 км в час. От такой мощи и рева мотора мурашки по коже. Автоспорт не теряет популярность. А его столице организаторы называют Татарстан. У вас и глава республики раньше занимался автомобильным спортом. И даже сейчас мы знаем, что приезжает на трассу покататься. Так что автоспорт развивается. И в данном регионе к нему обращают именно пристальное внимание. Российская серия кольцевых автогонок задержится в Казани еще на день. Завтра на трассе автодрома «Казань-Ринг» лучшие пилоты сойдутся в финале. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин. ТНВ «Высокая гора». В памяти героя Советского Союза Магубе Сертланова авиаконструктор из Балтасинского района ищет родственников легендарной летчицы. Бывший летчик-любитель из подручных средств собрал самолет У-2. Тот самый, на котором летала Сертланова. И почему теперь конструктор хочет найти ее родных, расскажет Салават Мухаммадулин. Я хочу на своем самолете сделать надпись на фюзеляже. Написать «Герой Советского Союза» Магуба Сертланова. А еще нарисовать портрет летчицы и медаль «Золотой звезды». На макете самолета У-2 в Парке Победы Ирик Вильданов рассказывает о своих планах. К нам авиаконструктор обратился за помощью. Он ищет родственников Магубы Сертлановой. Цель какая? Найти родственников для того, чтобы их пригласить на аэродром Полтаси, показать им этот самолет. Ну, чтобы они посидели в кабине, значит, прочувствовали, ну, все-таки какая у них была мама, бабушка, в общем-то, героиня. А пригласить их авиаконструктор хочет, чтобы они оценили вот этот самолет. Год назад он собрал легендарный бомбардировщик Великой Отечественной У-2 из подручных средств. Именно на таком летала на боевые задания герой Советского Союза Магуба Сертланова. Это учебный самолет, тряпочный. То есть, если попадает там снаряд или пуля, значит, бензобак, там до земли только одно железо долетает. Поэтому, ну, вот, чтобы люди знали, молодежь особенно знала, на чем воевали, на что шли, на какие жертвы, для того, чтобы у нас была победа. В долгосрочных планах у авиаконструктора построить точно такой же, только летающий бомбардировщик Пе-2. Стоимость такого проекта оценивается в сотню миллионов рублей. А потому Ирик Вильданов только мечтает о новом летающем экспонате Второй мировой войны и продолжает поиск родственников Магубы Сертлановой. Если у вас есть информация об их местонахождении, то звоните по телефону, который вы сейчас видите на экране. Салават Мухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Новая точка отсчета с этого дня вступает в силу ряд изменений. Так, теперь больничный будет электронным, повышается стоимость коммунальных платежей. Но повысятся ли зарплаты? Обо всем об этом Рамиль Шайдулин. Свет, газ, тепло и канализация дороже на 4%. Повышение вновь пришлось на середину лета. С 1 июля ЖКУ считают по-новому. А новые выросшие цифры в платежках татарстанцы увидят уже в августе. Вместе с тарифами немного подрастает и зарплата. По России минимальный размер оплаты труда вырос на 4%. Впервые в середине лета. Закон о повышении подписал Владимир Путин. Теперь мрот не 7,5, а 7800 рублей. С 1 июля все кассы переходят в онлайн. И данные от каждой продажи будут отражаться на чеках нового образца. С QR-кодом и передаваться специальному оператору. Так торговля должна стать прозрачнее. Отврачание с корешком. Сегодня в Татарстане заработали и электронные больничные. По функциям как бумажные, которые пока тоже останутся, чтобы привыкли. Проще и по-новому ходить на прием и получать пособия. Основное преимущество для наших граждан, что появляется личный кабинет. Страхованного, где он может через этот кабинет смотреть, слить за судьбой своего больничного листа. Чужие данные могут влететь в копеечку. Обрабатывая персональные данные сотрудника, компания может заработать десятки тысяч штрафов. Минимальный штраф 5 тысяч, дальше 20 и 75 тысяч для компаний. А зеленодольцы замкнут все инструменты в одном. Уже сегодня им перестанут выдавать электронные проездные. На это есть карта жителей республики Татарстан. Уже ездили на дольцы, будут расплачиваться в транспорте. Пока это не отразится на детях с их проездными и районных жителях. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Казань. В большое путешествие по родному городу. Мы продолжаем проект в объективе ТНВ «Большая семья». И в этот раз повезло казанской семье Грошевых. Как, впрочем, и во всем. Грошевые растят восьмерых детей. И каждый уже нашел себя в той или иной сфере. Будь то музыка, живопись или спорт. А вместе с ТНВ они попробовали себя и в журналистской эстезе. Каково это иметь по семь братьев и сестер отдыхать так активно, а плавать так профессионально, мы расскажем чуть позже. А все самое интересное за неделю в нашей традиционной субботней рубрике «В сети». Арман Кастанян расскажет нам самые обсуждаемые новости интернета. Дорогие телезрители, присядьте. У меня для вас неприятная новость. Мне непросто об этом говорить, но первый месяц лета прошел. Спокойно, спокойно. У нас есть еще два, так что там уж мы зададим жару, да? И вновь в интернете идет бурное обсуждение Кубка Конфедераций. Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близняшек. Нет, нет, не этих близняшек, а вот этих вот мусюсиков. Чилийцы продолжают покорять Казань. Думаю, в Казани еще не осталось человека, который не видел кричащим их свою главную кричалку. Ну и самая не очень новость. Россия вылетела. Но казанцы уже нашли решение, как избежать вылета в 2018 году. Просто берем в сборную вот этих вот парней. Отличная замена братьям Березуцким. Если играть не получится, парни просто разденутся и будут отвлекать противников. Как говорится, на войне все средства хороши. На улицах Казани был замечен вот такой автобус. Есть предположение, что там проходил фестиваль вейперов. На 95% экологически чистая вечеринка. Весь интернет только об этом и говорит. Телеграмм, запрет, блокировка. Всю неделю в сети бурно обсуждали ситуацию, которая развернулась вокруг мессенджера. Короче, в двух словах, хотели, чтобы создатель Павел Дуров предоставил все данные. Но он отказался. Грозились заблокировать телеграмм на территории России. Но в конце концов, Дуров разрешил занести данные в Росреестр. Но пакет Яровой исполнять отказывается. Так что, друзья, успокойтесь. И уже не надо искать никаких путей обхода. Хотя уже нашли. А теперь о человеке, который не знаю, каким именно мессенджером пользуется. Но точно знаю, что фотки он выкладывает в Инстаграм. Неделя президента, как всегда, начинается с традиционной фотографии Площади Свободы. На этой неделе она была каждый день солнечной, что не может не радовать. Также Рустам Меньханов принял участие в выпуске в естественную среду обитания алтайских моралов. Судя по всему, эти моралы очень быстрые. Потому что один пользователь в комментариях пишет, что уже видел одного в Мамадышском районе. А у кого-то наболело. Просит выпустить в естественную среду чиновников республики. Вот так и живем. Думаю, этот вопрос всем интересен. Как выбирали звук для антивируса Касперский? И вот вам видеоролик об этом. Можете ущипнуть мотинду. А можно посильнее? За неделю уже полтора миллиона просмотров. Да и в целом ролик получился очень даже забавным. Надо еще снять ролик, как появился звук из аськи. Ну, из ВК понятно. Там уж просто пинг-понг играли и так получилось. Задержали полицейские и хотят посадить в тюрьму. Что же делать? Дилемма. Но вот один находчивый американец-мужчина просто показал карточку из монополии, который в игре освобождает игрока от тюрьмы. Парень, похоже, реально заигрался. Но сейчас многие подумали, вот бы реально в жизни так было. Показал карточку и тебя отпустили. Идеально. Все помнят мультик Простоквашина. Так вот, один из авторов этого мультфильма, Эдуард Успенский, заявил, что будет продолжение. Союзмультфильм планирует с 2018 по 2020 года выпустить 30 эпизодов про Простоквашина. Так что, друзья, запасаемся попкорном и как в старые добрые времена садимся перед телевизором и смотрим. И напоследок топ-запрос татарстанца в Яндексе. На первом месте Олег Яковлев, экс-солист группы Иванушки Интернешнл. 29 июня известный певец и любимец публики ушел из жизни. Вторую строчку занимает Ураза Байран. Пусть с опозданием, но всех мусульман Байрамблен. Также в топ-запросы вошел матч Португалии и Чили, где чилийцы сотворили чудо, выиграв у португальцев серии пенальти со счетом 3-0. Интересно, каково это отправить Роналду домой? На этом сегодня все. Присылайте свои новости, комментируйте. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Итак, как и обещано, мы возвращаемся к главной теме дня. По республике масштабно отмечают Сабантуй. Завтра он уже придет в районные центры, а где-то до сих пор гуляет. Так, в Сабинском районе, в селе Мингер, праздничные гуляния начались буквально полтора часа назад. За спортивными баталиями наблюдает и наш корреспондент Ниас Рахман. Ниас, добрый вечер, вы меня слышите? Сейчас в Мингере находятся тысячи гостей. Мы видим, что есть технические помехи из-за большого скопления людей и техники. Идут сильные помехи. И, видимо, нам придется освещать этот материал в другое время и другими средствами. Ну, а пока на этом все. Далее прогноз погоды. И увидимся с вами уже в 21.30 на ТНВ. До встречи. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болго-радиосы. Мы первые в Татарстане. А вот и морковка. Вкусная, с витаминами. Опять. А Маша не любит морковку. Маша любит кашу. Ну, как же я тебе кашу сварю? Газа-то нет. А когда будет? Вот папа заплатит за газ, тогда и будет. Не доводите до крайностей. Оплачивайте счета за газ вовремя. Живите полной жизнью. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики поздравляет всех татарстанцев с окончанием посевной кампании. Добро пожаловать на национальный праздник Сабантуи. С 5 по 7 июля в селе Большие Кабаны состоится крупнейшая агропромышленная выставка-форум «Всероссийский день поля-2017». Бесплатные автобусы от станции метро Проспект Победы. Справки по телефонам 570-51-11. Уважаемые абитуриенты. Российский Исламский Институт объявляет набор по следующим направлениям. Теология, лингвистика, экономика, журналистика. Все включено в аквапарке «Ривьера». Горки, бассейны, 5D кино и пляж в подарок. Корстан представляет 7 июля. Романтичная певица Максим. Подробности 279-30-79. Запрещено для детей. Болга-радиосы. Мы первые в Татарстане. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом «Либридерм». Главное событие года. Все звезды ралли-рейдов. Самые экстремальные испытания людей и автомобилей. Это ралли «Шелковый путь-2017». 9608 километров от Москвы до Сианя. Это путь для настоящих победителей. Торжественный проезд по Казани 9 июля в 8.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ до конца июля и получите бонус. Комод в подарок. Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер. Казань. Восстание 23». Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в Республике вновь ожидаются дожди, но теплая погода сохранится. По данным яблокс-погода на юго-востоке Татарстана будет пасмурно. Пройдут дожди. Ночью будет до 15 градусов тепла. Днем уже до плюс 25. На северо-востоке Республики облачно и дождливо. Ночью плюс 15, днем до плюс 24 градусов. На севере Татарстана перемена облачность временами дождь. Ночью до 15 градусов тепла. Днем уже до плюс 25. На северо-западе Республики пройдут дожди, местами сильные. Ночью будет до 15 градусов тепла. Днем уже до плюс 23. На юго-западе Татарстана будет дождливо, но довольно тепло. Ночью до плюс 15, днем уже до плюс 25. В центральном районе Республики перемена облачность дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 25. В последующие сутки характер погоды существенно не изменится. Игровой мир. Разработка и изготовление металлоконструкций и корпусных изделий из листовой стали. Лазерная резка. Собственное конструкторское бюро. Реализуем ваши идеи. Игровой мир 560-2020. Спонсор выпуска группа компании Игровой мир обладает огромным опытом и полным спектром услуг металлообработки. Собственное конструкторское бюро. Лазерная резка и производство корпусных изделий из листовой стали. Телефон в Казани 560-2020. Предстоящей ночью в республике ожидается переменная облачность и до 16 градусов тепла. В нем временами пройдет дождь. Температура воздуха составит плюс 25 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.